В этот раз наша съемочная группа отправилась на охоту в Тульскую область. В планах было поохотиться в дружном коллективе тульских охотников на загонной охоте. Охота предстояло на косулю загоном. Поскольку добрались до места поздно и оставалось немного времени до темноты, то решили толкнуть зверя в проверенном овражке, где часто наблюдали косуль. Поставив меня на верный лаз, загонщики из двух человек стали прочесывать этот овраг, пытаясь толкнуть на меня зверя. Стоя на номере, я любовался на тетеревов, которые были неподалеку, и радовали глаз своим присутствием. Есть небольшой загон, который делают наши друзья. Тактика такая, что зверь будет толкаться по тому оврагу. Медельные говорят, что переходы косули всегда через это поле. То есть животные должны перебегать где-то в зоне видимости нас там до 500 метров. Я буду стараться перекрывать вот это расстояние в 500 метров. То есть тактики, технические характеристики винтовки позволяют это сделать. Нам остается только выждать правильный момент, нажать на спусковой крючок, заставив дыхание, мы как бы не дернуться, потому что положение очень устойчивое. На 500 метров, конечно, с такого упора стрелять тяжело. Вот. То есть буду стараться подпускать животных где-то метров на 300, на 250. С собой на эту охоту я взял несколько ружей. Одним из них была дальнобойная винтовка для горных охот. Такая винтовка не самый оптимальный вариант для загонной охоты, но мне заранее сказали, что возможно место на номере, где придется перекрывать сектор в полкилометра. И я решил использовать возможность этого оружия, дабы бегать не надо и до места пришлось недалеко идти. Использовать дальнобойную винтовку мне так и не пришлось, так как косуль в этом загоне не оказалась, и мы переехали на другое место, где я поменял свое оружие на старый добрый двойник, который отлично подходит для загонных охот на косулю. Как вариант, можно было стрелять и кавана, если бы он вышел на номер, но в этом хозяйстве его было мало, и на этот трофей я особо не рассчитывал. Африканская чума свиней, которая местами выкосила кабанов, сделала свое дело и в этих местах. Для хозяйств, где кабан остановит охоты, это существенная потеря. Косуля не такой многоплотный зверь, как кабан, и держать высокую ее численность тяжело, но тем не менее местами ее было много. Продолжая делать загон за загоном, наша компания перемещалась активно по угодям. Стрелков нас было трое, столько же и загонщиков. Местные хорошо знали эти места, и косули в одном из загонов толпой выскочили на номера. «Было четыре косули. Подпустил, вижу прыжые. Вот я стоял вот у этих улиц, у соседей, у березочки. Вот вижу, они отсюда скапывают, бегут вот по этой траве. Да, да. Но я поймал тоже одну, выстрелил тремя нулями. И они мимо меня пониже туда, и через тот овраг пошли поле». То, что косули пробегали мимо и не попадали под выстрел, меня нисколько не смущало. В охоте кусок мяса не самое главное. В любой поездке на охоту важно, что есть повод отправиться в путешествие, пообщаться с хорошими людьми, которые разделяют твою страсть к охоте, окунуться в атмосферу охоты и стать активным ее участником. Приключения на таких охотах всегда будут вспоминаться по-теплому при каждой следующей встрече участниками этих событий. А самые яркие моменты будут пересказываться много раз, обрастая все новыми и новыми фактами. Это был первый день охоты на тульской земле. И впереди было еще несколько дней охоты за гоном. Поэтому, стоя на номере, я любовался уходящей осенью, радовался греющему солнышку, ощущал простор российский и вдыхал воздух свободы, который, как нигде, чувствуешь на охоте. На следующий день охоты собралась внушительная компания охотников. Чувствовалась серьезность подготовки и намерений. Участников было больше сорока. Стрелки и загонщики делились примерно пополам. Несмотря на разный возраст участников, а разрывы были в десятки лет, все активно общались друг с другом, радостно привкушая предстоящую охоту. Все деды должны были стрелять на номерах. В загон отправлялись мужики помоложе, хорошо знающие местность. Вообще чувствовалось, что это охотоколлектив дружный и слаженный, и у него есть свои традиции и правила. Нашлось в этой компании место и для меня, по-любезному приглашению моих друзей. Все собрались, чтобы послушать руководителя охоты о том, как будет устроена и проведена охота. Строго запрещается стрелять на слух, на шорох и по неясновидящей цели. Тем более, сегодня погода отличная, все должно видно хорошо быть. Встали, определили себе сектор отстрела под углом 45 градусов. Ни в коем случае вдоль стрелковой линии не стрелять. Значит, оружие у вас должно быть, сами знаете, при загоне не более пяти патронов. В загоне могут быть у нас собаки. Тоже внимательные они выйдут на номера. Поскольку в этой охоте принимало участие много народу, то нужно было все должным образом организовать, чтобы охота была эффективной и безопасной. Дисциплина на такой охоте – первое дело. Руководитель охоты отдавал указания охотоведам и егерям. Те, в свою очередь, инструктировали загонщиков и стрелков. Лишних вопросов никто не задавал. Каждый в итоге знал, куда ему идти, где стоять, куда стрелять, сколько стрелять и кого, и еще много чего нужного в этой охоте. В стрелковой линии придется в этом загоне стоять буквой «П». Так у строителей посчитали будет надежнее для перехвата зверя из-под загонщиков. Загонщики, в свою очередь, должны понимать, где будут находиться стрелки и двигаться слаженно и верно. Ну вот, последние указания розданы, и мы поспешили занять свою позицию. У нас сегодня загонная охота. Справа от меня находится фруктовый сад. Большая вероятность, что здесь есть косуля. Ну, она здесь есть и живет. То есть, загон большой, нас народу много. Номер, на котором я стою, сзади меня находится дорога. То есть, сектор обстрела у меня метров 60 влево, 60 вправо. Везде стоят номера. Косуля пойдет оттуда. То есть, предположительно, она будет аккуратно выходить из фруктового сада, а через дорогу уже перебегать быстро. Поэтому надо будет на чеку стоять на мотор. Все разошлись по своим местам, и загон начался. Как только донесся первый голос загонщика, сердечко заекало. Не прошло и нескольких минут, как вдалеке на номерах раздались первые выстрелы. Подумал, да, кому-то повезло. А что же я тут не стреляю? Где моя косуля? Между тем, загонщиков стало слышно еще лучше. Они двигались ровно и были особенно голосисты. На соседнем номере пробежала корова-лося с тремя телятами. И от этого наступила еще большая собранность и готовность к выстрелу. Загонщики двигались вдоль стрелковой линии. И крайнего я уже видел мелькающего между деревьев. И накатывало унылое чувство, что все кругом зверя видели. А я тут стою, скучаю, и вся бурная жизнь проходит мимо меня. Но охота всегда полна приятных сюрпризов. И этим и замечательно. Хитрая и находчивая косуля пропустила загонщиков мимо себя. Хотя собаки тоже были в загоне. И решила по-тихому проскочить. Но наткнулась на меня. И я тут, конечно, не растерялся. Ну вот, добыли косулю. Загонная охота. Молодой козлик этого года, похоже, небольшой. Дистанция была где-то метров 20-25. Косуля хитрая пропустила загонщиков. И за них выбежала. Бежала очень быстро. Стрелять пришлось с поводочкой на вскидку. Но дистанция небольшая. Даже упреждения не брал. Стрелял. Вот такой маленький козлик европейской косули. Очень даже эффективная и интересная охота. Все как положено. Чтобы не портить мясо, попали в шею. То есть, очень эффективный выстрел, когда попадаешь в шею, животное мгновенно погибает. На месте остается. Интересная охота. Косули облюбовали здесь фруктовый сад. Их здесь много, судя по выстрелам. Наши друзья по охоте тоже стреляли. Сейчас узнаем, какие результаты у них. Хорошая погода, хорошая охота. Что может быть еще лучше? Субтитры создавал DimaTorzok Загончиков было 15 человек. Значит, гнали хорошо. Слышно было очень хорошее. Поэтому и зверя добыли. Сейчас посмотрим еще сколько. Номера тоже удачно отстрелялись. Молодцы. Но выстрелов было много. Выстрелов было много, да. Ну, кто-то, может, и промазал. Кто-то еще и добыл. Но это такой фартовый загон. Вы здесь постоянно, да? Да, у нас есть зверь, поэтому... Особо мы не гоняем часто загоны. Поэтому и зверь есть. По окончании охоты все стали собираться в назначенном месте. При встрече каждый пылко и жарко рассказывал о том, что удалось ему пережить. Загонщики делились впечатлениями не меньше стрелков. Так как косули их не очень-то и боялись, и порой стояли и смотрели на них с близкого расстояния. Иной раз приходилось их буквально прогонять с облюбованного сада, размахивая перед ними руками и крича в нескольких десятках метров перед ними. Судя по впечатлениям участников, я был не единственным счастливчиком, кому удалось добыть зверя. И становилось понятно, что норму подстрела косули мы на сегодня выполнили. О проведении данного загона могу сказать следующее. Охота удалась. Добыты четыре косули. Загонщики свое дело сделали очень ровно, красиво, хорошо. Номера расставлены были правильно. Буквы П. Подранка не ушло. Собаки сработали отлично. Сейчас осталось только собраться до конца всех, вывести добытые трофеи, пособрать. И поедем дальше делать загон на Кабанчика. Рассказывайте, Вич. Давай. Как было все? Ну, слышу топот. Не могу понять, с какой стороны. Смотрю, выскакивает. Пропускаю, чтобы на номер не стрелять. И уже перед овражком ее стрельнул. Косули, да? Да, косули, а в море. Козел, козел. Рога сбросил. Покажите, куда попали, что. Ну, ноги перешел. Ладно, ноги перешел. Забивать пришлось? Да, пришлось горло ловить. А стрелял чем? Картечку, что ли? Ну, у меня пуля, картечка. Первую пуля, видимо, промазал, картечку забил. Переднюю. Пошли. Стою на номере. Идут стадо. Собака на хвосте сидит. А сколько было что-то? Три штуки было. Ну, по какому принципу вы целивали именно это? По месту. Вот она по месту получилась. Самооближайшая, удобная. Зачем подраться делать? Это коза, козел? Коза. А из чего стреляли? Расскажите, какое ружье? Козел на ружье. Стрелял пулей по месту. На вылет получилось. Да. Собачка подбежала. Деранула. Деранула и пошла дальше на выстрел. В другой. Так вот. То есть с одного выстрела, да? Да, выстрел хороший, конкретный. Молодцы. Удачной охоты. Да. Сейчас подорожки добирайся. Вот, вот, молодец, молодец. По месту, души, души. По месту, по месту, молодец. Задушил, молодец. Все. Первые бежали, три штуки на махах. Собака сидела на хвосте. Я стрелять не стал. Зачем? Тем более, подранка делать. Вот потом собачка прогнала, вернулась и выгнала еще вот три штуки. Мы норму сегодня выполнили? Норму выполнили. Один до года. Я не знаю, там что еще. Есть? Идем на перевыполнение планов. Да. И телеска за два года, да? Как раньше? Да. Загон хороший, зверь есть. Нам повезло. Олег Николаевич, ты отличился, да? О, как же. Молодец. Ты как звезда. Поздравляю. Спасибо. Иван Васильевич, ты как? Я... Смапал, да? Да. Ну, ничего страшного. Сердце слабое, елки-палки. Друг раз повезет, я думаю. Не выдержал, да? Организован, закон бросован у нас, все удачно. Так что всех поздравляю. Мы с добычей сегодня. Мы с добычей сегодня. После незабываемой охоты на косулю загоном вся наша дружная компания переехала в новое место для проведения облавной охоты на кабана. Детки были явно под впечатлением прошедшего загона и буквально летели на номера, вдохновленные успехом. Куда только деваются старческие болячки, когда идет охота, да еще и какая. Предстоящий загон, по заверению организаторов, должен быть не менее добычлив и расставляясь по номерам, охотнички были добры, и веселы. Предстояло перегородить очень перспективный овраг на краю зарастающего милятником поля и посевов кукурузы. Стрелковая линия выстраивалась на одном из его краев, и такая позиция была удобна для стрельбы. Сверху, в каждом секторе, все хорошо просматривалось, и каждый видел соседние номера. Меня поставили на верный номер, и я в предвкушении ярких событий стал ждать. Справа от меня раздались первые выстрелы, которые переросли в настоящую канонаду. Как потом выяснилось, кабаны до меня просто не дошли, так как шли вдоль стрелковой линии по оврагу. Меткие выстрелы товарищей по охоте не дали большой группе кабанов прорваться, и по окончанию загона я поспешил на то место, где стреляли. Тяжелый труд, а что делать? Ну, надо рассказать, а то не поверят. Ну что, вышло прекрасное угодье, прекрасная погода, вышло стадо свиней, сикача что-то не было среди них. Сикач вон там прошел, далеко. Вот. И пропустил трех первых свиней, остальных начал брать вот под свинков. Итого? Итого три штуки. Так, а мы только видим двух. А третий вот здесь. Сейчас пойдем посмотрим. Парень, посмотрим. Пойдемте. Ну, больших не стал я. Ну, это тоже немаленький. Ну, это зимовалось. Это был первый, по которому я попал из этого стада. Он по счету в колонии был, наверное, седьмым примерно так. Они здесь немножко столпились, переходя вот от товражек, поэтому они как-то поменялись местами. Вот. Ну, а тех я уже вот здесь на взгорке добывал подряд одного, второго. Мне кажется, просто шикарная ситуация. Да. Удачный день. Я думаю, что может позавидовать любой охотник. Ну, зависть нехорошее чувство. Не, ну, по-доброму, я имею в виду. По-доброму. По-доброму принимается тогда. Принимается. Спасибо охотно-хозяйству вырастили таких замечательных поросяв. Когда есть подозрение, что зверь ранен, тем более, что это сикач, то лучше подходить к нему сзади, так как неожиданно может последовать атака. Поэтому лучше сделать еще один выстрел, чтобы не искушать судьбу. Бежал из стада. Удачно цепанул. Ну, а стадо, он же как, первый бежал, последний там? Нет, в середине такое было. Свинья убежала с поросятами, а он в стороне чуть-чуть задержался и остался здесь на века. Ну, теперь, наверное, украсит твою трофейную комнату? Конечно. Сделаем из такого кабанчика чучела. У тебя такой первый большой кабан? Да. Я думаю, что таких кабанов первых по пальцам пересчитать. Ну, да. Даже не в Тульской области. Добытый сикач потянул более двухсот килограммов. И такому трофею радовались все. Сикачи таких размеров нечасто попадают на мушку охотника. В таком возрасте они ведут себя очень осторожно и, имея большой опыт, как правило, уходят живыми и невредимыми. Но сегодня фортуна явно нам улыбалась. И, судя по выстрелам, это были не последние кабаны. Безусловно, этот сикач станет историей. И не только этой охоты. А рассказы о нем будут переходить из уста в уста, где после каждого пересказа он будет прибавлять по нескольку килограммов. И не исключено, что когда-нибудь его вес перевалит за 300 килограмм. Но это не страшно. Пусть у охотников будет повод рассказать эту историю. А история эта действительно замечательная. На дороге гиганта пришлось отбуксировать с помощью машины. Несколько человек не могли сдвинуть его с места. Наблюдавшие эту картину охотники выдвигали свои теории относительно того, как бы было плохо охотнику, если бы кабан успел до него добежать. А еще многие представляли и рассказывали свои версии того, как бы они себя вели, встретившись один на один с этим кабаном. Конечно, все уходили победителями в своих рассказах, но кабану отводилась тоже почетная роль. где-то в глубине души каждый досадовал о том, что это иссякачение вышло на него, потому что такая возможность поистине редка и уникальна. Но в любом случае успех на такой охоте это прежде всего успех всего коллектива. И каждый принимал эту удачу на свой счет. Такая охота невозможна без слаженной работы всего коллектива. И такие кабаны не вырастают просто так. Сразу видно, что животные здесь хорошо кормятся и охраняются. Хочу заметить, что эта охота проходила в местах общего пользования. В этих угодьях спокойно могут охотиться любые охотники. Никто их палкой отсюда не гонит. И ломая стереотипы о скудности таких мест вот вам наглядный пример. Но триумф этой охоты еще впереди. Достойно поохотились. Поздравляю всех отличившихся с данной охотой. Кто отличился? Поднимите руки. Один только. Кто промазал? Поднимите руки. Всех достаточно. Кто промазал? Сегодня охота прошла удачно. И вот результат наших трудов. Всех поздравляю. Каждому. На тульской земле. В Арсеньевском охоте обществе. Спасибо. Ура! 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 Вот такая яркая, добычливая, интересная охота прошла на тульской земле. Еще раз подтверждается истина, что коллектив это страшная сила, которая решает любые сложные задачи и делает его еще крепче при взятии таких высот. Итогом двух загонов в один день стали 4 косули и 8 кабанов. Неплохо. Даже очень неплохо. И хочется бывать на таких охотах как можно чаще. Впечатлениями не меньше стрелков. Так как косули их не очень-то и боялись и порой стояли и смотрели на них с близкого расстояния. Иной раз приходилось их буквально прогоняться с облюбованного сада. Размахивая перед ними руками и крича в нескольких десятках метров перед ними. Судя по впечатлениям участников, я был не единственным счастливчиком и кому удалось добыть зверя. И становилось понятно, что норму подстрел косули мы на сегодня выполнили. О проведении данного загона могу сказать следующее. Охота удалась. Добыты 4 косули. Загонщики свое дело сделали очень ровно, красиво, хорошо. Номера расставлены были правильно. Буквы П. Подранка не ушло. Собаки сработали отлично. Сейчас осталось только собраться до конца всех вывезти добытые трофеи, пособрать и поедем дальше делать загон на кабанчика. Рассказывай, ты видишь. Давай, как было все? Ну, слышу топот, не могу понять, с какой стороны. Смотрю, выскакивает, пропускаю, чтобы на номер не стрелять. И уже перед овражком ее стрельнул. Косуля, да? Да, косуля, козел, рога сбросил. Покажите, куда попали, что? Ну, ноги перешел. Задние ноги перешел. Добивать пришлось? Да, пришлось горло ловить. А стрелял чем, картечью, что ли? Ну, у меня пуля, картечка. Первую пуля, видимо, промазал, картечку добил. Переднюю. Пошли! Стою на номере. Так. Идут стадо. Собака на хвосте сидит. А сколько было что-то? Три штуки было. Ну, по какому принципу выцеливали именно это? По месту. Вот оно, по месту, получилось. Самая ближайшая, удобная. Зачем подробь это делать? Это коза, козел? Коза. А из чего стреляли? Расскажите, какое ружье? Коза на ружье. Стрелял пулей. По месту. На вылет. Получилось. Да. Собачка подбежала. Деранула. Деранула. И пошла дальше на выстрел. Другой. Так вот. То есть, с одного выстрела, да? Да, выстрел хороший, конкретный. Молодцы. Удачная охота. Да. Сейчас подорожки добирайся. Вот. И вот сюда у нас. Вот, вот. Молодец. Молодец. По месту. Души, души. По месту, по месту. Молодец. Задушил. Молодец. Все. Первые бежали три штуки на махах. Собака сидела на хвосте. Я стрелять не стал. Зачем? Тем более, под рамку делать. Вот потом собачка прогнала, вернулась и выгнала еще вот три штуки. Мы норму сегодня выполнили? Норму выполнили. Один до года. Я не знаю, там что еще. Есть? Днем на перевыполнение плана. Да. И телетка за два года, да, как раньше? Да. Загон хороший, зверь есть. Нам повезло. Олег Николаевич, ты отличился, да? Окей. Молодец. Там и загон начался. Как только донесся первый голос загонщика, сердечко заекало. Не прошло и нескольких минут, как вдалеке на номерах раздались первые выстрелы. Подумал, да, кому-то повезло. А что же я тут не стреляю? Где моя косуля? Между тем, загонщиков стало слышно еще лучше. Они двигались ровно и были особенно голосисты. На соседнем номере пробежала корова-лося с тремя телятами. И от этого наступила еще большая собранность и готовность к выстрелу. Загонщики двигались вдоль стрелковой линии. И крайнего я уже видел мелькающего между деревьев. и накатывало унылые чувства, что все кругом зверя видели. А я тут стою, скучаю, и вся бурная жизнь проходит мимо меня. Но охота всегда полна приятных сюрпризов. И этим и замечательно. хитрая и находчивая косуля пропустила загонщиков мимо себя, хотя собаки тоже были в загоне. И решила по-тихому проскочить. Но наткнулась на меня. И я тут, конечно, не растерялся. Ну вот, добыли косулю. Загонная охота. Молодой козлик этого года, похоже, небольшой. Дистанция была где-то метров 20-25. Косуля хитрая пропустила загонщиков и за них выбежала. Бежала очень быстро. Стрелять пришлось с поводочкой на вскидку. Но дистанция небольшая. Даже упреждения не брал, стрелял. Вот такой маленький козлик европейской косули. Очень даже эффективная, интересная охота. Все как положено, чтобы не портить мясо. Попали в шею. То есть, очень эффективный выстрел, когда попадаешь в шею, животное мгновенно погибает, на месте остается. Интересная охота. Косули облюбовали здесь фруктовый сад. Их здесь много, судя по выстрелам. Наши друзья по охоте тоже стреляли. Сейчас узнаем, какие результаты у них. Хорошая погода, хорошая охота. Что может быть еще лучше? Субтитры создавал DimaTorzok Загонщиков было 15 человек. Значит, гнали хорошо. Слышно было очень хорошее. Поэтому и зверя добыли. Сейчас посмотрим еще сколько. Номера тоже удачно отстрелялись. Молодцы. Но выстрелов было много. Выстрелов было много, да. Ну, кто-то, может, и промазал, кто-то еще и добыл. Но это такой фартовый загон здесь постоянно, да? Да, у нас есть зверь, поэтому особо мы не гоняем часто. Загоны. Поэтому и зверь есть. По окончании охоты все стали собираться в назначенном месте. При встрече каждый пылко и жарко рассказывал о том, что удалось ему пережить. Загонщики делились... В этот раз наша съемочная группа отправилась на охоту в Тульскую область. В планах было поохотиться в дружном коллективе тульских охотников на загонной охоте. Хота предстояло на косулю загоном. Поскольку добрались до места поздно и оставалось немного времени до темноты, то решили толкнуть зверя в проверенном овражке, где часто наблюдали косуль. Поставив меня на верный лаз, загонщики из двух человек стали прочесывать этот овраг, пытаясь толкнуть на меня зверя. Стоя на номере, я любовался на тетеревов, которые были неподалеку и радовли глаз своим присутствием. Есть небольшой загон, который делают наши друзья. Тактика такая, что зверь будет толкаться по тому оврагу. Местные говорят, что переходы косули всегда через это поле. То есть животные должны перебегать где-то в зоне видимости нас там до 500 метров. Я буду стараться перекрывать вот это расстояние в 500 метров. То есть тактика, технические характеристики винтовки позволяют это сделать. Останется только выждать правильный момент, нажать на спусковой крючок, заставить дыхание. И как бы не дернуться, потому что положение очень устойчивое. На 500 метров, конечно, такого упора стрелять тяжело. То есть буду стараться подпускать животных где-то метров на 300, на 250. С собой на эту охоту я взял несколько ружей. Одним из них была дальнобойная винтовка для горных охот. Такая винтовка не самый оптимальный вариант для загона охоты, но мне заранее сказали, что возможно место на номере, где придется перекрывать сектор в полкилометра. И я решил использовать возможность этого оружия, дабы бегать не надо и до места пришлось недалеко идти. Использовать дальнобойную винтовку мне так и не пришлось, так как косуль в этом загоне не оказалась и мы переехали на другое место, где я поменял свое оружие на старый добрый двойник, который отлично подходит для загонных охот на косулю. Как вариант, можно было стрелять и кавана, если бы он вышел на номер, но в этом хозяйстве его было мало и на этот трофей я особо не рассчитывал. Африканская чума свиней, которая местами выкосила кабанов, сделала свое дело и в этих местах. Для хозяйств, где кабан остановит охоты, это существенная потеря. Косули не такой многооплотный зверь, как кабан, и держать высокую ее численность тяжело, но тем не менее, местами ее было много. Продолжая делать загон за загоном, наша компания перемещалась активно по угодям. Стрелков нас было трое, столько же и загонщиков. Местные хорошо знали эти места, и косули в одном из загонов толпой выскочили на номера. Было четыре косули. Подпустил, вижу прыжые. Вот я стоял вот у этих улиц. Соседей номер, они все дальше. Вот вижу, они отсюда скапывают, бегут вот по этой траве. Да, да. Но я где поймал тоже одну, выстрелил тремя нулями. И они мимо меня, пониже туда. И через тот аврак пошли в поле. То, что косули пробегали мимо и не попадали под выстрел, меня нисколько не смущало. В охоте кусок мяса не самое главное. В любой поездке на охоту важно, что есть повод отправиться в путешествие, пообщаться с хорошими людьми, которые разделяют твою страсть к охоте, окунуться в атмосферу охоты и стать активным ее участником. Приключения на таких охотах всегда будут вспоминаться по-теплому при каждой следующей встрече участниками этих событий. А самые яркие моменты будут пересказываться много раз, обрастая все новыми и новыми фактами. Это был первый день охоты на Тульской земле. И впереди было еще несколько дней охоты за гоном. Поэтому, стоя на номере, я любовался уходящей осенью, радовался греющему солнышку, ощущал простор российский и вдыхал воздух свободы, который, как нигде, чувствуешь на охоте. На следующий день охоты собралась внушительная компания охотников. Чувствовалась серьезность подготовки и намерений. Участников было больше сорока. Стрелки и загонщики делились примерно пополам. Несмотря на разный возраст участников, а разрывы были в десятки лет, все активно общались друг с другом, радостно привкушая предстоящую охоту. Все деды должны были стрелять на номерах. В загон отправлялись мужики помоложе, хорошо знающие местность. Вообще чувствовалось, что это охотоколлектив дружный и слаженный, и у него есть свои традиции и правила. Нашлось в этой компании место и для меня, по-любезному приглашению моих друзей. Все собрались, чтобы послушать руководителя охоты о том, как будет устроена и проведена охота. Строго запрещается стрелять на слух, на шорох и по неясновидящей цели. Тем более, сегодня погода отличная, все должно видно хорошо быть. Встали, определили себе сектор отстрела под углом 45 градусов. Ни в коем случае вдоль стрелковой линии не стрелять. Значит, оружие у вас должно быть, сами знаете, при загоне не более пяти патронов. В загоне могут быть у нас собаки. Тоже внимательные, не выдать номера. Поскольку в этой охоте принимало участие много народу, то нужно было все должным образом организовать, чтобы охота была эффективной и безопасной. Дисциплина на такой охоте первое дело. Уководитель охоты отдавал указания охотоведам и егерям. Те, в свою очередь, инструктировали загонщиков и стрелков. Лишних вопросов никто не задавал. Каждый в итоге знал, куда ему идти, где стоять, куда стрелять, сколько стрелять и кого. И еще много чего нужного в этой охоте. В стрелковой линии придется в этом загоне стоять буквой П. Так у строителей посчитали, будет надежнее для перехвата зверя из-под загонщиков. Загонщики, в свою очередь, должны понимать, где будут находиться стрелки и двигаться слаженно и верно. Ну вот, последние указания розданы, и мы поспешили занять свою позицию. У нас сегодня загонная охота. Справа от меня находится фруктовый сад. Большая вероятность, что здесь есть косуля. Ну, она здесь есть и живет. То есть, загон большой, нас народу много. Номер, на котором я стою, сзади меня находится дорога. То есть, сектор обстрела у меня метров 60 влево, 60 вправо. Везде стоят номера, косуля поет оттуда. То есть, предположительно, она будет аккуратно выходить из фруктового сада, а через дорогу уже перебегать быстро. Поэтому, надо быть на чеку, стоять, смотреть. Все разошлись по своим местам. Дед, ты как всегда. Поздравляю. Спасибо. Иван Васильевич, ты как? Я... Матал, да? Да. Ну, ничего. Сердце слабое, елки пал. Друг раз повезет, я думаю. Не выдержал, да? Организован, завод бросован, все удачно. Так что, всех поздравляю. Мы с добычей сегодня. Продолжение следует... После незабываемой охоты на косулю загоном, вся наша дружная компания переехала в новое место для проведения облавной охоты на кабана. Детки были явно под впечатлением прошедшего загона и буквально летели на номера, вдохновленные успехом. Куда только деваются старческие болячки, когда идет охота, да еще и какая. Предстоящий загон, по заверению организаторов, должен быть не менее добычлив. И расставляясь по номерам, охотнички были добры и веселы. Предстояло перегородить очень перспективный овраг на краю зарастающего милятником поля и посевов кукурузы. Стрелковая линия выстраивалась на одном из его краев, и такая позиция была удобна для стрельбы. Сверху в каждом секторе все хорошо просматривалось, и каждый видел соседние номера. Меня поставили на верный номер, и я в предвкушении ярких событий стал ждать. Справа от меня раздались первые выстрелы, которые переросли в настоящую канонаду. Как потом выяснилось, кабаны до меня просто не дошли, так как шли вдоль стрелковой линии по оврагу. Меткие выстрелы товарищей по охоте не дали большой группе кабанов прорваться, и по окончанию загона я поспешил на то место, где стреляли. Тяжелый труд, а что делать? Ну, надо рассказать, а то не поверят. Ну что, вышло прекрасное угодье, прекрасная погода, вышло стадо свиней. Секача что-то не было среди них. Секач вон там прошел, далеко. Вот. И пропустил трех первых свиней, а остальных начал брать вот под свинков. Итого? Итого три штуки. Так, а мы только видим двух. А третий вот здесь. Сейчас пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим. Пойдем. Ну, больших не стал я. Ну, это тоже не маленький. Ну, это зимовало. Это был первый, по которому я попал из этого стада. Он по счету в колонии был, наверное, седьмым примерно так. Они здесь немножко столпились, переходя вот этот овражек. Поэтому они как-то поменялись местами. Вот. Ну, а тех я уже вот здесь на взгорке добывал подряд. Одного, второго. Мне кажется, просто шикарная ситуация. Да. Удачный день. Я думаю, что может позавидовать любой охотник. Ну, зависть нехорошее чувство. Не, ну, по-доброму я имею в виду. По-доброму. По-доброму принимается тогда. Принимается. Спасибо охотно-хозяйству. Вырастили таких замечательных поросят. Когда есть подозрение, что зверь ранен, тем более, что это сикач, то лучше подходить к нему сзади, так как неожиданно может последовать атака. Поэтому лучше сделать еще один выстрел, чтобы не искушать судьбу. Бежал из стада, удачно цепанул. Ну, а стадо, он же как, первый бежал, последний там. Не, в середине такое было. Продолжение следует... Продолжение следует...